Всем привет! Начинаем приготовление с теста. В миске смешиваем 150 грамм холодного молока и 150 грамм горячей воды. Таким образом у нас получается теплая среда для дрожжей. Добавляем сухие дрожжи. Все ингредиенты в граммах указаны в конце видео, а в ложках и стаканах в описании. Размешиваем, чтобы дрожжи все разошлись. Добавляем 60 грамм сахара, 10 грамм соли. Постепенно подсыпаем просеянную муку. Для замеса теста можете воспользоваться тестомесом, если хотите. Я предпочитаю делать это руками. Мука по плотности может слегка отличаться, поэтому сразу всю ее не добавляйте. Как только тесто становится более густым, можно продолжить замешивать на рабочей поверхности. Насыпаем оставшуюся муку. Всего я брала 500 грамм. Выкладываем тесто. И продолжаем замешивать, постепенно вмешивая муку. Нам необходимо его тщательно вымесить. В процессе замешивания теста понемногу добавляем 40 грамм мягкого сливочного масла. Масло в тесте позволит ему быть более мягким после остывания. Как только часть масла вошла, добавляем еще. Масло достаточно холодное, но мягкое. Я его не держала при комнатной температуре. Оно было просто в холодильнике. Все масло и вся мука полностью вошли в тесто. Тем временем оно стало очень пластичным, мягким и однородным. На замес я потратила примерно 7 минут. К рукам тесто практически не липнет и слегка совсем прилипает к столу. Тесто немного отбиваем. Собираем в шар. Миску смазываем кусочком сливочного масла. Кладем тесто. Накрываем. Убираем в холодильник. И забываем о нем на 4 часа. Из пергаментной бумаги сделаем квадрат со сторонами 20 на 20. Берем холодное масло. Оно было у меня в холодильнике. И распределяем по бумаге. Масло холодное. Как видите, при нажатии оно достаточно мягкое. Закрываем масло. Как бы запечатывая его внутри бумаги. И с помощью скалки раскатаем, чтобы получить более ровный слой. Здесь масло 240 грамм. И когда слой у нас уже равномерный, нет пустых мест, масло уже немножко тает. Поэтому убираем его в холодильник. Оно должно быть охлажденным, так же как и тесто. Такое тесто можно оставлять на всю ночь. Но минимум понадобится 4 часа. В холодильнике, посмотрите, оно тоже прекрасно подходит. Выкладываем тесто на рабочую поверхность. И формируем прямоугольник. Присыпая тесто мукой. Размер прямоугольника 20 на 40. Плюс примерно пол сантиметра на запас. Если у вас нет линейки, то можно измерить кусочком масла. Оно должно складываться в два раза. И здесь по бокам должны быть запасы. Накрываем масло сверху. При необходимости подсыпайте немного муки, чтобы тесто не липло к столу. Запечатываем скалкой масло по краям. Сгиб у нас тесто здесь. И потихоньку распределяем все масло по тесту. Раскатываем от середины к краям. Складываем вот таким образом сверху. И снизу. Полученное пустое место заполняем тесто. Немножко прокатаем. И складываем еще пополам. Таким образом уже получается 8 слоев. Переносим тесто на пергамент. Заворачиваем. Убираем тесто в холодильник на час. Спустя час достаем. Присыпаем стол. И тесто сверху мукой. Кладем его также местом сгиба в ту же сторону. И аккуратно скалкой раскатываем в прямоугольник. Образуется воздух. С помощью деревянной шпажки его выгоняем. Внутри он нам не нужен. При необходимости подсыпаем муку. Раскатываем примерно так же. 20 на 40. Лишнюю муку убираем. Складываем тесто. Собираем вот таким образом. Сгибаем на 1 треть. Еще немного придавим, чтобы в последующем было удобнее раскатывать. Поправим, чтобы все края у нас были одинаковые. Снова заворачиваем в пергамент. И еще на час в холодильник. Снова достаем тесто из холодильника. Присыпаем стол и само тесто. Кладем этим же сгибом. Периодически подсыпайте муку, чтобы тесто не приставало к столу. Окончательно раскатываем. Размером 25 на 48. Толщина у нас должна получиться примерно 4-5 миллиметров. Ширина круассана должна быть 8 сантиметров. Разрезаем тесто на 6 полосок. И затем каждую на треугольнике. Получается у нас 12 примерно одинаковых треугольников. Разрезаем у основания. И сворачиваем. Немного растягивая тесто. Кончиком кладем вниз. И края немного закругляем. На каждый противень вмещается 6 круассанов. Обязательно оставляйте место для подъема. Накрываем сверху пищевым пакетом или пленкой. И оставляем для растойки, чтобы они увеличились минимум в два раза. Это может занять 30 или 60 минут. Желток смешиваем с небольшим количеством молока. Спустя 40 минут круассаны заметно подросли. Аккуратно их смазываем желтком сверху. Температура 220 градусов. Выпекаем 10 минут. Затем температуру убавим на 190 градусов. И выпекаем еще 12-14 минут. Пробуйте, у вас тоже все получится. Не забывайте делиться рецептами с друзьями. Оставляйте комментарии. На этом сегодня все. Пока!